Ну вот и началось походу, ребятушки. Всем привет, вы на канале CryptoCommons. Биткоин, посмотрите, уходит в коррекцию. Я имею ввиду прямо сейчас в моменте, а эфир пампит. Посмотрите, эфир растет и, соответственно, доминация BTC у нас с вами, похоже, что отверглась от этого уровня и пошла вниз на 4-х часовике от уровня в 54-55%. И пошла вниз. И вот он тот самый альт-сезон, который все ждали и в который не верили. Вот он сейчас, собственно, прямо говоря, и происходит. Если мы обновим все метрики, да, вот у нас уже показатель 71, ну практически, 75 нам надо дойти. Ну вот мы прямо видим, что здесь прямая трендовая траектория туда. Многие монеты показывают себя очень хорошо. Вон Ордис за 90 дней 2000%, ну и вот эти все товарищи. Но, кстати, хочу обратить ваше внимание на то, что, смотрите, вот Инжектив, Солана и так далее, тоже здесь среди лидеров роста. Вот как раз на это и хочу обратить, что, смотрите, вот старички, старички сейчас пошли, тех, которых еще не пампили. Вот я сам сижу в Инверсе в Лайткоине, на Байбите, ну и старичков торгую здесь Аудио, Даш, Эфир Классик. Сейчас объясню, почему. Смотрите, Эфир Классик пошел вслед за Эфиром, во-первых. А потому что, потому, на мой взгляд, опять же, дисклеймер, финансовый совет, Эфир Классик на 30 минутки выбился из канала и выдал уже почти 2 икса. Я это все дело скальплю сейчас аккуратно на Байбите, на Мексикасту откупаю, тоже буду сейчас скальпить там инверсные другие крутые хорошие контракты. Ссылки на лучшие биржи вы найдете в описании, если вы тоже хотите этим торговать. Но, чтобы этим торговать сейчас правильно, нужно понимать, что, блин, нужно соблюдать риски. Потому что, да, это может быть сейчас бычий флаг, конечно, с выходом наверх еще по ЭТС, куда-нибудь на 42 или 48. Но тут уже надо ставить стопы, ставить тейки, подтягивать, потому что мы уже достаточно сильно отросли. А вот, скажем, тот же Дэш, посмотрите, да он еще даже расти не начинал, если мы отдаляемся так же на 4-х часовик. Он еще даже пампить не начинал толком, по-хорошему. Поэтому, ну да, что тут скажешь? Аудио. Короче, в старички сейчас надо на самом деле лонговать. Старички фундаментальные. Трон тоже вон я взял, он стоит на месте. Мана. Потому что соланы всякие, инжективы, если мы посмотрим, не особо-то они растут. Я вчера пробовал даже солану лонговать на отскоке. Она вон никак 100 не может пробить. Смотрите, она 98. Вот в чем прикол-то, что уже запамплены альты. Ну, как бы у них естественное сопротивление сейчас происходит. Поэтому тут скорее хеджевый шорт, мне кажется. И то только со стопами. Если вы это решите шортить, ребята, то только со стопами. По TRDR'у все так же у нас здесь очень сильный продавец по биткоину, который давит цену ниже. Вот мы, собственно, и возвращаемся в канал. А по эфиру этого продавца не было и нет еще, посмотрите. Нет там продавца и похоже на бычий флаг. И я не говорю, что по биткоину мы сейчас улетим вниз, но эфир на 3000 смотрит, на мой взгляд, более вероятно сейчас, чем биткоин на 52, скажем. Хотя это тоже может быть. Это может быть сейчас ловушка, придет сейчас BlackRock'овский кит и все откупят по маркету прям. Не на OTC аккуратненько не двигает цену, а по рынку прям жахнет. На BayVity, на Binance, где там сейчас спот самый жирный, на MEX-C. Хрен знает. Короче, чтобы не затягивать сильно этот выпуск, реально смотрите сейчас за альтами. Потому что походу начинается альтизм, ребята. И биткоин может скорее уйти в коррекцию или во флэт на какое-то время. И альтами можно неплохо поторговать. Но помните также, что торгой альтами вы можете гораздо вероятнее слить просто свое депо или часть своего депо, чем что-то заработать. Поэтому, еще раз вам говорю, дирексификация, риск менеджмент. Не держите все яйца в одной корзине, раскиньте по разным биржам и намного не торгуете. Лучше просто ходите, накапливайте крипту. А по биткоу, ну что, вот у нас явно восходящий канал просматривается, выше которого мы ушли. То есть, опять же, вот мы сейчас возвращаемся на дневки тестировать EMA Ribbon. То есть, мы можем, если коррекция затянется, мы можем уйти куда-нибудь на 43, там даже 42. Да или даже 40 проколоть, сходить, собрать там ликвидность, вернуться в этот канал. Мы все еще можем. И при этом альты могут стрелять, ну там пампиться, дампиться, но потом продолжать расти. Поэтому надо понимать, что если вы ходлер, то в долгу у вас это вообще не должно парить. Мы все еще внизу накопительного канала, мы ждем свои десятки иксов и сидим. Но если вы трейдер, то еще раз говорю, все лучшие биржи вы найдете в описании. Сейчас многие спрашивают, где теперь торговать, если нельзя там на Binance или еще где-то. Там есть много бирж, у которых нет даже KYC. Вот, и что-то по битку еще важное хотел сказать. А, хаулинг, хаулинг, ребята, помните? У нас с вами скоро биткоин хаулинг. Это редчайшее событие, происходит раз в 4 года, уполовинивается награда майнерам за блок. То есть, по сути, в 2 раза меньше биткоинов начинает добываться, чем до этого было резко. И вот мы смотрели, на прошлом стриме было 100 дней, вчера смотрели 86 дней. Сейчас я обновляю страницу, вот, 92 дня на СХ считает. То есть, в среднем, да, где-то примерно 90 дней, может, чуть больше, 90, ну, короче, 3 месяца. 3 месяца, ребята, у нас с вами, получается, хаулинг запланирован на апрель, на весну. И вот это и будет, собственно, триггером, я думаю, что, посмотрите, как раз апрель, май, это у нас с вами вот здесь где-то. Вот у нас апрель. Поэтому, да, что сделает цена до халвинга, напишите в комментариях свой вариант, что сделает цена BTC и альткоинов до халвинга. Запампится, задампится и потом улетит вверх или вниз. Интересно всегда ваш вариант, а мой вариант какой. Ну, еще раз говорю, трейдинг это не про то, что я точно знаю, куда пойдет рынок, и я же говорил потом, что так было. Трейдинг это про то, чтобы признавать ошибки иногда и выходить из сделок, поэтому все это вангование. Ну, если пованговать, то я думаю, что либо прям... Короче, сейчас, скорее всего, еще перехай, потом куда-нибудь вниз, с заколом куда-нибудь в этот канал с резким. Может быть, без закола, но хотя бы с ретестом. Может быть, даже с доходом вниз этого канала. Все это вот примерно в этот период. И потом наверх. Но я могу ошибаться, потому что просто такое было. Может быть, просто тузамун и все. Поэтому те, кто ждуны, вы поймите, что в этом плане лучше остаться с деньгами, чем с позицией. Знаете, в этом плане как раз лучше остаться с деньгами, чем с позицией. А деньги, в данном случае, это биткоин, ребята, потому что он растет. Если вы в тезере, то вы без позиции, вы как бы шортите. Поэтому всем тузамуна. Ждем, конечно, цен ниже, но не забываем о том, что надо быть в ракете, иначе она улетит без тебя. Всем спасибо, что смотрите. С вами был Грин, это Крипты Комманс. Все ссылки в описании. И до следующей встречи. Пока.